Писатель, политолог, телеведущий, историк. Специально для «Фабрики новым» будем говорить о событиях, которые происходят прямо сейчас. Сергей, добрый день. Здравствуйте, Наташа, и привет всем нашим зрителям. Да, ну я хочу, прежде чем мы начнем обсуждать события, всех, кто сегодня празднует Ровш Кашана, всех поздравить, кому этот праздник дорог, и пожелать хорошего и мирного неба, хотя хорошее и мирное не очень получается, но об этом немножко позже поговорим. Пусть у вас все будет, друзья мои, хорошо, а у ваших врагов будет много проблем, как называется, да. Но, Сергей, начну с того, что с публикации, которая, честно говоря, очень многих, наверное, обидела, потому что вот только Зеленский приехал из США, и Вашингтон-Пост пишет, сегодня вошли российские войска в Угледар, и Вашингтон-Пост пишет о возросшей скорости продвижения российских войск, сравнивает, значит, ее с началом 22-го года, вот, и тут хочется сказать, друзья мои, а как с поставками оружия вообще? То есть все ли соблюдаются договоренности? Нет ли ощущения, что это всегда пропорционально поставкам оружия, да, то, как, насколько нам легко или трудно воевать? Вот как бы вы могли прокомментировать это? Да, это, в общем, всегда, всегда корреляция есть, прямая. Безусловно, это мы видели в прошлом году, когда планировалось контрнаступление украинское, которое не получилось просто потому, что не дали оружия вовремя. Да, в этом году тоже не давали оружия практически 6 месяцев до апреля месяца. А на самом деле в апреле только приняли решение, оружие пришло в лучшем случае в июне, вот, или, скажем так, в лучшем случае в конце мая. Вот, так что, конечно, есть корреляция прямая, и так что, в общем, здесь как бы, когда об этом пишет американская газета, то ей просто надо ставить зеркало перед собой, говорить, что мы такие сволочи, что не даем вам оружие, а потом еще и, значит, пеняем вам, что вы сдаёте города. Это очень непорядочно и обидно, конечно. Да, и знаете, когда еще там иногда раздаются голоса, что вот скажите спасибо своим союзникам, они вам ничего не должны, все-таки рубко хочу напомнить, что именно Россия и именно Соединенные Штаты, отбирая у нас ядерное оружие, нам гарантировали мир и защиту, если вдруг будут нарушены границы Украины. Ну, с Россией все понятно, да, Россия ничего не может гарантировать, кроме зверства и фашизма на сегодняшний день, но некоторые обязательства у Западного мира, мне кажется, перед Украиной все-таки есть. Как вы считаете, Сергей? Обязательства, конечно, большие. Туда еще можно добавить Великобританию, которая тоже была со-гарантом по Будапештскому меморандуму. Вот, и, конечно, они нарушили свои обязательства уже в 2014 году, потому что ничего не сделали по поводу аннексии Крыма. В лучшем случае какие-то страны объявили просто свое фи такое дипломатическое, но мы помним эти Минские соглашения, и Франция, кстати, отметилась в этом деле, там и Сарказий, и до этого еще там и Иоланта, и так далее. Так что, в общем, в этом смысле, конечно, есть претензии. Это, конечно, очень обидно, потому что Украина себя ощущает страной, которая стоит на переднем плане защиты европейской цивилизации, западной цивилизации, цивилизации от варваров в путинской России, а Запад такое впечатление, что даже он этого не ощущает, или делает вид, или, ну, скажем так, на Западе есть, конечно, много людей, которые это понимают, но не все те, кто принимают решения, это понимают, а есть даже люди, которые просто открыто противодействуют этому делу, типа Орбана, да. Трамп, кстати, который встречался с Зеленским, он ни слова не сказал по поводу поддержки Украины, он сказал просто, что он там будет пытаться решить, и там за 24 часа решит вопрос об урегулировании конфликта, с его точки зрения, да, и, значит, там соглашение, дел, да, между двумя сторонами, вот, но он не сказал ни слова, что он будет делать в качестве президента, когда он придет в Белый дом. То есть, на самом деле, конечно, есть вот это горькое такое ощущение, что Запад предает Украину, и бессилие некое, да, потому что, в общем, Украина, конечно, сама в одиночку справиться с Российской Федерацией может, но только очень большими усилиями, большими потерями, вот, и так вся героика, в общем, того, что происходит в два с половиной года, это в основном украинская героика, вот, и Украина доказала, что она может взять просто героические вещи, кстати, не только на фронте, но и в военно-помышленном комплексе, вот, потому что Украина поняла, что ей нужно строить свое собственное, свое собственное производство, своего собственного оружия, и потому что, ну, мало того, когда Запад, во-первых, не дает оружие, а даже то, которое дает, он еще ставит условия, куда мы им бить, и куда мы им нельзя бить, вот, поэтому здесь такая двойная игра идет, или двойная блокировка идет, вот, и Украина поняла, что, в общем, только спасение утопающих, и это дело урок, самих утопающих, вот, и в этом смысле она, кстати, довольно хорошо развивает программы, к сожалению, они требуют времени, затрат времени о совместном производстве или собственном производстве оружия, но с помощью иностранных инвестиций, вот, по-моему, Дания объявила о том, что она вкладывает что-то порядка 600 миллионов долларов, там, какие-то миллиарды, 4 миллиарда крон, по-моему, датских, в программы развития военно-промышленного комплекса, что, в общем, на самом деле является потенциально тем будущим, которое обеспечит Украине ее независимость, потому что понятно, что зависеть от Соединенных Штатов Америки, зависеть от Европы просто по деньгам и положениям вечно нельзя будет, и поэтому Украине надо восстанавливать ее ВПК, у нее есть потенциал восстановления ВПК, мы знаем, что и Южмаш, и Николаевские верфи, и одесские предприятия, и киевские предприятия, и Запорожье, вот, это все, и Харьков, кстати, в свое время, вот, это все тяжелая индустрия Советского Союза, тяжелая индустрия ВПК Советского Союза, которая и в украинские времена работала, и которая доказывала свою уникальность, потому что тот же самый Мотор Сич, без роторов Мотора Сич не летают российские вертолеты, россияне не умеют делать свои собственные роторы для военных вертолетов, вот, россияне не умеют делать свои тяжелые, международные предприятия, которые видели при неудачном запуске Сармата последний раз, потому что, опять же, для Советского Союза эти ракеты делали на Южмарше, эти ракеты делали в Украине, вот, самые тяжелые самолеты, кстати, грузовые делали в Украине, вот, Антей, вернее, Ан-2, на которых летает до сих пор вся Сибирь и весь Дальний Восток, это производство Украины, и без них, кстати, они загибаются, у них там ничего, никакой замены нету, вот, так что в этом смысле у Украины потенциал есть, и его надо развивать, и я думаю, что, ну, к сожалению, проблема заключается в том, что надо одновременно вести войну, которая, так сказать, уже не раз мы сравнивали Украину с боксером, который ведет, значит, бокс с привязанной правой рукой или даже там со связанными руками за спиной, вот, и одновременно развивать собственную экономику и, прежде всего, военно-промышленный комплекс. Вы тут правы абсолютно, Сергей, вот на все сто, потому что в Штатах Зеленский говорил о том, что сила оружия и сила дипломатии работают всегда эффективно, особенно, да, когда речь идет о том, что о ресурсе военном. Поэтому он говорит, что план победы не может осуществиться без честных поставок, без честной помощи Европы, Британии и США, и как бы там его ни критиковали за то, что он требует, но другого выхода у нас просто нет. И в этом смысле пример Израиля, как мне кажется, он очень хорош, понимаете? Израиль никогда не спрашивал, можно или нельзя. И даже когда ему американские партнеры говорили, что чего-то нельзя, например, выйдите там из сектора газа или не нужно атаковать Иран или еще что-то в этом роде, они все равно делали, потому что они считали, что это единственный выход для того, чтобы сохранить государственность и свою независимость. И в этом смысле операция по уничтожению Насрала, по-моему, шикарная совершенно. Потому что говорят, что когда Нитаньяху узнал о том, где он, что он и сейчас можно его ликвидировать, он практически не советовался с союзниками. Он дал команду, он выступал как раз в это время на заседании ООН, он дал команду и просто началась операция уничтожения. Но мне кажется, что в современном мире, где больше нет никаких правил, это единственное верное решение могло быть. Как вы думаете? Здесь можно, конечно, поспорить, что хорошо, что плохо. Но понятно, что у Израиля тоже нет никакого выбора, так же, как и у Украины нет выбора. Потому что на самом деле и для Израиля, и для Украины вопрос идет о сохранении своей государственности, о сохранении своих территорий. И здесь, конечно, приоритет всегда отдается собственным интересам. И, кстати, Украина показала это в Курске, потому что у меня полное ощущение, что в Курске Украина тоже свою операцию проводила не очень сильно, советуюсь с американцами. Ну, там ответ был такой, что, в общем, как бы ей намекнули на то, что, типа, если вы будете впредь не очень сильно на нас оглядываться, то мы просто можем меньше вам чего-то дать. И у Израиля в этом смысле проще положение, потому что у него гораздо больше. У него есть собственные танки, у него есть собственное производство тяжелых вооружений. И Украине тоже, вот, когда она получит независимый свой ВПК, и когда она сама будет делать свое оружие, вот, а также, кстати, она его будет экспортировать, Украина станет потенциально вторым или третьим экспортером оружия в мире, когда все это дело закончится. Вот, и, кстати, потеснит Российскую Федерацию, потому что оружие может быть и лучше российского. Вот, и, конечно, сравнения здесь прямые, я с вами здесь согласен абсолютно, и абсолютно вся похожесть есть, вот, но к Израилю относятся, конечно, американцы гораздо лучше, чем к Украине, его поддержка гораздо более объемная, и плюс Израиль, конечно, страна маленькая, да, потому что Украина с ее огромной территорией не может сравниться с 22 тысячами квадратных километров израильских, конечно, здесь совсем несравнимые вещи. Вот, но у Израиля, с другой стороны, и меньше населения, и ситуация, и Израиль-то воюет 80 лет уже, да, по этому поводу, так сказать, как бы ему в этом смысле тяжелее, чем Украине, потому что Украина пока что еще воюет только 10 лет, 11-й, да, ну вот, а Израиль 80 лет воюет. И опять вы правы, потому что, естественно, что Израиль, ну, скажем, у него военные, военная опция была развита больше, естественно, что и к нашим берегам никто не подгоняет эсминцы, если у нас проблема, да, а все-таки Израиль опирается на помощь Соединенных Штатов, поэтому тут, конечно, Израилю проще. И обратите внимание, что сегодня, когда были дебаты между двумя вице, они оба выразили поддержку Израилю, но вот об Украине как раз. И ни слова не сказали про Украину на этих дебатах. И продолжая вот то, что вы сказали, ну, мало того, там флот, и сбивают ракеты иранские, и американцы, и англичане, и французы, и все, и орданцы, и саудовцы, и все помогают Израилю. Если бы так сбивали российские ракеты хотя бы в небе Украины, хотя бы в небе Украины, то Украине, конечно, было бы гораздо меньше проблем. Сергей, если бы нам то оружие, которое у нас сейчас дали в 22-м году, когда это была дороголожка к обеду, я думаю, война бы закончилась тогда в 22-м году. Ну, хотела буквально короткий ваш комментарий по поводу ликвидации Насролы. Уже все знают, все обсудили, понятно. Ну, просто хотела у вас, как у специалиста, чтобы вы оценили красотой игры. Двойной агент из Ирана, проникший в структуры радикального шейдского движения Хазбалла, который передает израильской армии информацию о местонахождении лидера Хазбаллы, это, конечно, круто. Когда они этого человека заслали? Сколько лет он был там? Ну, вот все это вопросы, но это очень круто, потому что он возглавлял фактически отделение, которое должно было бороться против Израиля боролось. Красивая же операция. С точки зрения спецслужб, это, безусловно, конечно, очень красивая операция. Вообще у Израиля классные в этом смысле операции. Одновременно мы оговоримся, что 7 октября израильские спецслужбы полностью проспали атаку Хамаса. Хотя предупреждения были, предупреждения были довольно серьезные, но их не восприняли серьезно. А так, в принципе, конечно, мы знаем, что МОСАД работает ювелирно. У МОСАДа есть агентура везде в стане самых крутых врагов Израиля. Мы понимаем, что убийство одного из лидеров значимых Хамаса прямо в Тегеране, прямо на похоронах бывшего президента России. Это тоже доказывает то, что там все схвачено. Потому что Израиль, в общем, 80 лет, конечно, обороняется, и поэтому у него очень серьезные спецслужбы. И в этом смысле, конечно, есть чему позавидовать. Но, в общем, украинские спецслужбы за два с половиной года проделали огромный путь. Правда, там сейчас какая-то непонятная история вокруг Буданова разворачивается, вроде там с его отставкой, какой-то неотставкой. Я не очень видел детали, но просто видел заговоры. Это пока только медийный такой шорох. Знаете, я пыталась узнавать через свои источники, ну, скажем, напрямую со службы Буданова. Пока говорят, что ничего такого нет. Но мне кажется, что сейчас по логике вещей, сейчас настолько это не вовремя было бы, что... Но я сомневаюсь. Я сомневаюсь в этом сайте, но посмотрим. Вы знаете, увольнение Залужного по логике вещей тоже было не очень вовремя. Вот так что мы видели уже... Залужному нашли должность, понимаете. А вот, что найдут Буданова... Это же не секрет, что у Буданова есть политические амбиции. Зачем бы сейчас увольнять, чтобы он ринулся в политику? Ну, вот мне кажется, что это вот больше в этом история какая-то. Но дальше я не буду своим российским прошлым залезать внутри украинские проблемы. Вот, когда что-нибудь там озвучат, тогда мы, может быть, с вами там поговорим. А пока что это, в общем, это пока слухи, конечно. Вот. Но, безусловно, у Израиля очень красивые вещи были с этими... с пейджерами, которые взорвались. Это просто гениальная штука. Вот. Ну, в истории спецслужб уже не первый раз, кстати, бывали такие варианты, когда человек, который должен был с кем-то там бороться, с врагом, на самом деле оказывался агентом врага. Я вам напомню про Филби, который, в принципе, чуть не стал начальником английской разведки, будучи советским агентом. Да, вот там, значит, еще были там Роберт Хансен, который тоже занимался, кстати, поимкой агентуры российской, а одновременно являясь агентом российской разведки, советской разведки. Так что это не первый раз такое бывает. Вот. Но, безусловно, это, конечно, очень большое достижение. Вот. И это, конечно... И, опять же, вот как вы говорите, дорого, Елечка, Христову дню. Дорого такая... дорога такая агентура прямо вот в тот момент, когда в ней есть нужда. Конечно. Ну, и надо сказать, что Россия нервничает очень. Она, во-первых, нервничает от того, что Зеленский настаивает на дальнобой и, возможно, на Рамштайне и все-таки разрешат, потому что все анонсировали, что этот Рамштайн будет не такой, он будет судьбоносным и не таким, не похожим на предыдущие. Посмотрим, как будет. Но то, что Кремль нервничает по этому поводу, это видно. Они сразу начали там в истерике кидаться к своим каким-то ядерным доктринам, говорить, что мы тут все поменяем, мы вам покажем Куськину мать. И прошлой ночью, когда Иран атаковал Израиль, говорят, что, во-первых, Путин провел в Кремле срочное совещание и что ночью он провел разговор с Нетаньяху. О чем был этот разговор, непонятно. То ли он предъявлял ему какие-то претензии или выдвигал какие-то условия для того, чтобы Иран его не атаковал. То ли еще что-то. То ли говорил о том, какой будет вторая атака. Но тут вся интрига в том, что практически все специалисты говорили, что Иран не вступит в боевые действия, потому что ему сейчас это невыгодно. Однако атака случилась. И они говорят, что если Израиль ответит, то их ответ будет ужасным. Все это диссонируют с выступлением иранского президента на заседании ООН. И непонятно, что будет дальше. По вашим ощущениям, вы же человек очень опытный. Как эти события будут развиваться? Кто не может ничего сказать, потому что на самом деле очень много противоречивых вещей, потому что я вам добавлю. Я соглашусь с вами, что выступление очень было неоднозначное. Позрачьяна в Нью-Йорке практически антироссийское. Когда он просто сказал, осудил российскую агрессию, сказал, что это агрессия, что они не признают, что иранские власти не признают захват украинских территорий и так далее. Я так думаю, что россияне офигели слегка. Тем более, что в этот момент практически уже находился или на подлете был премьер-министр Российской Федерации Мишустин с визитом в Иран. Путин, может быть, звонил или там из Кремля звонили, потому что, вы знаете, когда началась эта атака иранская, самолет с еще одним вице-премьером находился в воздухе, прямо чуть не над иранской территорией, потому что он летел в Катар на какие-то тоже переговоры. То есть чуть не сбили российскую правительство. Так что там была такая напряженная ситуация. И мы знаем, что за несколько часов пришлось разворачивать очень много самолетов. Турция приняла, Азербайджан принял, все соседние страны приняли те борты, которые должны были лететь, потому что это напряженное направление, на самом деле, такое для авиации, через которую летает довольно много самолетов. И, конечно, все эти атаки ракетные, они не добавляют безопасности. Но у Ирана, знаете, ответить то он ответил, но толк-то сколько, потому что сто. Ну, из тех, там в сумме уже получается сколько, там 600 ракет или там что-то в этом роде, да, запущенных, что убили одного человека, да, и то палестинца, да. И, в общем, практически получается, что все они были сбиты, и это просто такое. Бряться не оружием и доказывание, кстати, собственного бессилия, потому что железный Купола работает, американская помощь работает в противоракетной обороне. Вот, и Израиль сам теперь готовится, поскольку он рассматривает это как, так сказать, нападение на самого себя, потому что Иран говорит, это вам за насрало. А при чем здесь насрало? Насрало, в общем, это руководитель террористической организации на территории Ливана. При чем здесь Иран? Ну, мы знаем, при чем здесь Иран? Ну, понятно, но если не публично хотят себя отождествлять, пусть тогда скажут об этом прямо? Конечно, конечно. Ну, в принципе, их на этом уже поймали, да, потому что вы помните, что посол Ирана в Ливане оказался с выбитыми глазами, потому что у него был такой же пейджер, как у всех основных хизболинцев. Вот, и то есть таким образом он де-факто подтвердил, что Иран действительно стоит прямо за хизболой, но это все знают, вот, но, значит, так сказать, Иран, который за это пытается ответить. Ну, там, на самом деле, там тоже накопленное, потому что и убийство Хани в Тегеране, да, потому что на него или Израиль тоже как бы недоответил еще, вернее, Иран недоответил. Вот, но теперь у Израиля развязаны руки, и Израиль, в общем, я сегодня видел заявление, по-моему, начальника авиации военно-воздушных сил ЦАЛа, о том, что Израиль может добить в любое место на Ближнем Востоке, у него есть возможности технические и военные поразить любую цель в их регионе вокруг себя, вот, и что за ответом, так сказать, Израиль не постоит. Вот, теперь испугались, кстати, иранцы испугались уже сразу после Насралы, потому что они тоже спрятали Аталу Хаминея, вот, потому что побоялись, что его тоже в каком-нибудь бункере достанут, вот, и я, кстати, не исключаю такой вариант, потому что вот если, так сказать, Иран как бы пытается спровоцировать Израиль на ответ, то он может получить удары и по ядерным центрам своим, и по военным арсеналам, и по казармам стражей исламской революции, и по президентскому дворцу, и по дворцу Верховного Аталы, вот, и, кстати, это может спровоцировать реально революцию в самом Иране, потому что в Иране взрывоопасная обстановка, и там есть кому устраивать революцию, и там, кстати, есть гражданское общество, которое почти созрело уже для этой революции. Ну да, мы видели же, не демонстрации, но, по крайней мере, радость, да, больших групп людей, которые, когда настролога уничтожен, они там аплодировали, пели песни и так далее, то есть противостояние явно в обществе есть, и еще один урок вот из этой операции на то, что, ну, я думаю, что бункер, это был не просто там бункер, знаете, халабуда с ветками, а это был действительно настоящий современный бункер, тем не менее, израильтяне продемонстрировали, что, когда речь о восьмитонных бомбах, там, шесть-восемь штук, понимаете, то любой бункер можно, так сказать, в любом бункере можно людей уничтожить, это такой тонкий намек, мне кажется, для Пляшилова, который думает, что если он сидит в бункере, то у него все окей, понимаете, но на самом деле, как видим, не окей. Ну и еще мы видим, что если бы Запад очень хотел, то он бы давно уже это сделал. Это, так сказать, такое горькое замечание, но тем не менее. Еще хотела с вами одну тему обсудить. В Лейпциге задержали предполагаемую сотрудницу китайской разведки. Она работала там в аэропорту, передавала информацию, в том числе о перевозке военной техники и прочее, прочее. Но тут же вопрос вот не в этом конкретном человеке, а в том, что куда бы мы ни приехали сегодня, мы видим огромные китайские комьюнити. Огромные. Вы приехали в Сидней или вы приехали, я не знаю, там в Америку или вы приехали куда-нибудь в Ванкувер или, ну, неважно, и в Европе. И в таких условиях, да, когда такая демография по всему миру, очень легко вести такую деятельность. Очень легко. Как вы оцениваете сегодня вообще проникновение китайской разведки повсюду? Повсюду, где возможно? Потому что это не просто комьюнити, которая там держит маленькие кафе, готовит чай там на улице, еще что-то. Эти люди по многому уже проникли в государственные структуры, они работают. Они работают в правительственных структурах в разных странах и так далее. Ну, вы знаете, у китайской разведки вообще у нее был совсем другой направленность довольно продолжительное время. Они воровали больше технологические секреты. Их интересовали больше военные и технологические секреты. То есть они не очень совались в политическую разведку. Вот сейчас в последнее время, мы констатируем это уже за последние пару лет, это было и в Брюсселе, это было и в Германии, в других городах, не только в Ляйпсиге. Это было и в иных странах и на иных континентах, где есть потуги теперь китайской разведки стать уже игроком и в политической разведке. То есть проникновение в политические партии, проникновение в центр принятия политических решений, Европейская комиссия, НАТО, Организация объединенных наций, я не знаю, правительство какие-то и так далее. То есть в этом ничего нет. Но вы знаете, одновременно, вот вы абсолютно правы, конечно, китайская диаспора по всему миру. Это давнишняя, кстати, история, начиная даже еще с открытия Америки и уже там были китайцы, но они кучковались в Чайна-таунах и они, в общем, занимались сами собой. И поэтому, откровенно говоря, они представляли такой, скажем так, внутренней угрозы для тех обществ, на которых они условно паразитировали. Но когда сейчас они, так сказать, меняют направленность и ставят себе задачи, то одновременно, хотя у них, естественно, есть огромное количество людей по всему миру, но все эти люди, в общем, желто-лицы и узкоглазые. И их в этом смысле, это, так сказать, не расизм, но это, как бы называется, признаки, по которых их просто легко определить. То есть в этом смысле им сложнее проникать, чем, допустим, россиянам, которые абсолютно являются такими кокейженами, значит, с европейской внешностью и там вот какие-нибудь там супруги из, я не знаю, там из России могут выдавать себя за, значит, кого там, за латиноамериканцев, там, за бродильцев, за аргентинцев, за чилийцев, за немцев, за французов, за англичан, за американцев, за канадцев и так далее. Вот это китайцам сложнее делать. Хотя, на самом деле, конечно, есть уже там 3-4 поколения, которые даже родились уже в странах новых, являются их гражданами законными абсолютно. Вот действительно встроены уже даже какие-то там центры принятия решения. Ну, у Китая пока что это не очень получается. И плюс, к тому же, скажем так, они не вовремя это все дело начали, потому что, когда западные разведки занимались в основном международным терроризмом, то, в общем, у них не было возможности заниматься шпионажем. А вот теперь из-за Путина или благодаря Путину, кстати, очень многие контрразведки очень сильно усилились, извините за тавтологию, вот, и серьезно увеличили свои бюджеты, серьезно увеличили число своих сотрудников, и сюда же попали вдруг и китайцы под, значит, так сказать, под раздачу, потому что у западных стран теперь есть кому этими вопросами заниматься. Вот этот скандал с Невзенгейтом получил такое неожиданное продолжение, даже немножко комичное. Как оказалось, этот же, я не помню, Блинов, кажется, его фамилия, этот же адвокат имеет отношение к делу об антиквариате Галкина, потому что там антиквариата, говорят, было на 2 миллиона долларов, и он должен был прибыть и Алла Борисовна, и Галкин, его, собственно говоря, хотели перевезти из России, это вещи, которые принадлежали им, эти вещи были арестованы на таможне, у них фактически начали требовать, там сдавали в ломбарды и так далее, всем этим занимались сотрудники ФСБ. Там, я не буду долго пересказывать эту историю, но суть ее в том, Сергей, что ФСБшники вместе там с какими-то решалами, жучками около ФСБшными, они занимаются практически уже открыто грабежом, рэкетом, там решением каких-то околобизнесовых вопросов, и даже когда дело касается публичных людей, известных людей, они совершенно не стесняются этого. Это давнишняя уже история, это уже эта история, вот сколько Путин у власти, столько ФСБ этим занимается, то есть ФСБ перестало быть государственной службой, перестало быть службой контрразведки и безопасности, а является мафиозной структурой, которая, естественно, делит власть, с одной стороны, и самое главное, делит деньги. И является такой структурой, которая помогает кому-то отстаивать свои интересы, за кого-то ФСБ, за кого-то кадыровцы, за кого-то еще какие-то решалы, вот, то есть здесь ничего нового, кстати, нету, увы, под эту раздачу попадают, да, довольно часто и довольно известные какие-то лица, потому что у них есть, возникают проблемы, проблемы нужно преодолевать, и преодолевают их естественным способом, потому что в Российской Федерации, поскольку нет никаких институтов, нет никаких судов, нет никаких нормальных урегулирования имущественных споров, поэтому все обращаются так или иначе к каким-то бандитам с погонах, эти бандиты могут сидеть в Генпрокуратуре, эти бандиты могут сидеть в Следственном комитете, эти бандиты сидят в ФСБ, ну вот, единственная служба, которая, кстати, в этом не участвует, это СВР, потому что у нее власти нету, на территории Российской Федерации, у нее есть власть за границей, через посольство, а внутри нету, и поэтому вот они как раз ничего не решают, и бедные Нарышкин, значит, по этому поводу, значит, только там пишут какие-то статейки время от времени и дают интервью идиотские, вот, а ФСБ занимается, естественно, дережкой бабла, вот, и, в общем, ну, обидно, что там известные какие-то личности довольно приятные и популярные попадают под такую же раздачу. Кстати, вот вы сказали Минтлингейт, а это можно сказать ФБК Гейт, да, потому что вы, я думаю, уже видели ролик Катса, который выпустил двухчасовый ролик по поводу того, чем занимаются. Я читал о нем, да. Занимается внешнее руководство ФБК и как они там отбаранивают и, значит, защищают олигархов российских и как включают в свой состав, значит, проворовавшихся миллионеров и банкиров. Вот, так что на самом деле вот эта волна, огромная волна дерьма поднялась с подачи, с подачи ФБК и теперь его жизнь заклеснет, потому что, в общем, уже разумные голоса говорят, что на спекулирование на имени Навального уже полностью дискредитировало всю эту историю и всем этим людям придется так или иначе уходить из политики, потому что и как бы это ни было, к ним уже нет никакого доверия. Никому. Ну да, и, кстати, чтобы завершить вот этот разговор о Галкине и Пугачевой, их антиквариате, надо сказать, что эта история для них завершилась вроде бы как счастливой, они получили свои вещи назад после трех попыток, но за откат. Вот, как бы, знающие люди говорят, что там около 50% был откат. Вот такая история. Ну и закончим сегодня, наверное, тоже очень серьезной опасностью для мира, которая не имеет отношения непосредственно к политике, хотя кто знает, да. Сегодня на вокзале Гамбурга полиция перекрыла несколько путей за подозрение на заражение вирусом Марбург. Да, это очень серьезный вирус. Там какой-то ехал студент-медик из Руанды, он сел с подругой в поезд во Франкфурте, и поезд шел в Гамбург, и во время поездки у него начался приступ, который как бы вот обнаружил, очень похоже на это заболевание. Оно тяжелое, там от 30 до 90% смертность, но вопрос, конечно, масштабнее. Мы знаем, что на прошлом Давосе, ну совершенно, это был главный вопрос о пандемии X, да, и мы понимаем, что что-то готовится для мира, ну потому что как бы заранее прогнозируется пандемия, которая будет связана вот с какими-то такими заболеваниями. Насколько вот это серьезно? Потому что говорят, что много Китая экспериментирует, еще там некоторые страны, общество же не может, мировая, так сказать, общественность это каким-то образом контролировать. Это очень сложно контролировать, потому что очень много теперь есть акторов, которые, так сказать, не подконтрольны государством, потому что раньше этим занимались государства, и пока этим занимались государства, была еще возможность как-то договориться. Теперь этим могут заниматься бизнесмены какие-то богатые, этим могут заниматься просто сумасшедшие террористы, Просто сумасшедшие какие-то люди. И самое главное, что мир настолько взаимосвязан, что, ну, сами понимаете, что достаточно там, вот, помните замечательный фильм голливудский еще там 30-летней давности «12 обезьян», да, когда достаточно просто посадить в несколько самолетов людей зараженных, и весь мир, в общем, заразится и так или иначе там начнет вымирать. Ну вот, в этом, кстати, даже есть логика, потому что 8-миллиардное население Земли явно совершенно превосходит возможность этой Земли его прокормить и дать ему ресурсы для такого же безумного развития, как до сих пор происходило. И то есть понятно, что стоит вопрос о том, что там через 20 лет не будет хватать питьевой воды, через 20 лет не будет хватать воздуха, не будет хватать земли, не будет хватать того и сего. Ну, и может быть, кстати, Земля таким образом сама, сама планета может избавиться таким образом и, кстати, с помощью катастроф, ну, и вот этих, которые постоянно потопы, пожары везде, да, и может быть и две трети населения Земли таким образом и рано или поздно исчезнет. Просто для того, чтобы оставшиеся там треть, четверть или пятая часть снова возобновила нормальную жизнь на планете. Так что в этом смысле есть некая безысходность. Ну, в любом случае мы знаем, что через 5 миллиардов лет наше Солнце взорвется и вся наша Солнечная система исчезнет. Спасибо большое, Сергей. Следим за событиями, потому что, правда, ничего в этом мире, все в этом мире взаимосвязано. И то, что нам не кажется политикой, завтра станет политикой. И то, что нам кажется неважным, завтра станет важным. Это действительно так. Как всегда, было с вами очень и очень интересно. Спасибо большое. Спасибо за поддержку Украины. И до встречи. До свидания. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»